Наталья с детства мечтала создавать красоту, выучилась на парикмахера, долго работала по профессии. И даже в колонии, где женщина отбывает второе наказание, дело своей жизни не оставила. Трудоустроена на полставки парикмахером. Цирюльня в зоне бесплатная, прийти можно по записи. Для осужденных только одно условие – посещать парикмахерскую в свободное от работы время. Женщина всегда должна оставаться женщиной, где бы она ни находилась. Должна следить, ухаживать, стараться, по крайней мере. Элла – постоянный посетитель парикмахерской. Ее короткая стрижка требует регулярного ухода. Сейчас женщина готовится к длительному свиданию. Навестить ее приедут мама и сын. Элле важно хорошо выглядеть. Конечно, насколько это возможно, с учетом всех режимных ограничений. Лаки для ногтей, конечно же, нельзя, потому что это считается запрещенным предметом. Но мы можем также подкрасить губы, подкрасить глазки. Соответственно, на мероприятие разрешено покрасить голову. И так как везде женщины стремятся поучаствовать, соответственно, они хотят выглядеть красиво. И мы всегда ходим и ухаживаем за своими прическами и внешностью. Осужденные стараются быть в тренде. Распечатали фотографии с модными стрижками. Искусный мастер Наталья и посоветует, и порекомендует, как стилист. Конечно, сравнивать с парикмахерской на воле эту нельзя. Ножницы с клеймом выдают только на время работы. Лаки и пенки под запретом. Режим. Приходят часто девочки подстригаться. Стрижки различные. Короткие стрижки, конечно, почаще приходят, потому что нужна коррекция постоянно. Производятся окрасы волос, укладки на мероприятия, на свидания, если они ходят к родственникам, на дни рождения. И какие-то события такие личного характера и колонийские мероприятия. Волосы красить в зоне можно, но в цвета, близкие к натуральным. Разрешен только неброский макияж. А вот в стрижках никто не ограничивает. Они единственная возможность выделиться из толпы. Но с учетом ограничений, накладываемых правилами внутреннего распорядка, они не могут иметь украшения никакие. Им запрещено наносить татуировки. И, соответственно, в женских колониях, когда хочется сохранить любой женщине какую-то индивидуальность внешнего облика, это будет только прическа, которую она себе сделает. Стрижка какая-то оригинальная. Они стараются следить за модой, стараются сделать что-то креативное на голове. Наталья мечтает продолжить карьеру на свободе. До освобождения, думает, навыки не растеряет, а наоборот отточит. Срок заключения заканчивается в 2020 году. В родной Ленинградской области женщина ждет мама.